Привет друзья! В этом видео будет дом из контейнеров. У него довольно интересное цветовое решение, просторная терраса с навесом, большие окна в гостиной, а также в доме есть чердак. В целом это уютный, компактный и современный домик. Или проще говоря, кулхаус. Я особенно люблю делать видео про такие компактные, необычные и интересные дома. Сейчас я со своим любимым помощником пойду снимать видео про этот дом, а слово я передаю Виталию, компания МСД-строй. Собран блок. Размер дома по фундаменту 9х10. Из них занимает дом основной 6х10 и терраса 3 метра шириной и, грубо говоря, террасная доска на 9 метров и дальше зона хранения пристроена. Дом стоит на фундаменте свайным, но это стандартная ситуация для таких домов из контейнера. Сваи 2,5 метра, 108. Контейнеры приварены прямо к сваям. Дом покрашен в синий цвет. Это связано с тем, что в данном коттеджном поселке есть свои требования к цветовой гамме. В этой зоне коттеджного поселка должны быть все в таком синем цвете дома. Мы использовали два вида отделки. Это имитацию бруса 145 ширина 20 миллиметров и керамогранит на фасаде. В этом проекте мы сделали большую террасу площадью 3х9 и накрыли поликарбонатом. Стропила сделана из доски строганной. Также мы сделали здесь небольшую зону для хранения. Здесь можно барбекю поставить. Правда, она еще не доделана. Будут сделаны полки, тогда будет очень удобно. Зону хранения мы отделали фанерой. Вот осталась у нас фанера от полу обрезки. Мы здесь вот так вот зашили и также покрасили. Вроде, в принципе, достаточно получилось аккуратно. Утепление стен. Снаружи выполнена базальтовая вата 50 миллиметров. Внутри 100 миллиметров. Тоже базальтовая вата. Утепление пола в теплом контуре в жилой зоне 200. Снизу пенопласт 100 миллиметров и внутри уже идет утепление базальтовая вата 100 миллиметров. 100 миллиметров потолок изнутри и 100 миллиметров утепление снаружи под кровлей. Итого 200 миллиметров утепления потолка и пола. На фасаде мы видим два больших окна. Это окна с откатными дверьми, энергосберегающие стекла, стеклопакеты и металлопластик рехау. Отделаны окна у нас строганной доской 100 на 20. И также покрашена краска текурилы в цвет 70-24. Выведены розетки, освещение, металлическая дверь с контуром утепления. В данном проекте мы использовали кровлю фальцевую, клик фалец так называемый. Цвет кровли выполнен в зеленом цвете. Это связано опять же с тем, что здесь есть некие требования в этом коттеджном поселке, что в каждой зоне должна быть своя кровля, цвета кровли. То есть там ближе к лесу она должна там коричневая быть, здесь в центре коттеджного поселка они зеленые. Кровля выполнена односкатная, да, и приподнята от контейнеров на полтора метра. И там появилась полезная площадь, где мы предложили сделать заказчику чердак. И получилось достаточно большое помещение 2,20 на 10 метров. Ну будет сделана лестница и будет доступ к этому чердаку. В данный момент просто она еще не заказана. Дом подключен к станции Астра-5. Вот здесь она вот стоит установлена в 15 метрах от дома и также подключена к центральному водоснабжению. Вот там видно, где ввод воды. Ввод в дом сделан в два места, так как в доме имеется два санузла. Проложен греющий кабель внутри трубы и также канализация выведена по наружке под домом. Тоже обвернуто греющим кабелем и в утеплителе. Почему наша компания выбрала направление модульного домостроительства и в том числе из морских контейнеров? Это связано с тем, что в мире это уже давно популярные дома такие, а в России только начинают набирать оборот. И еще связано с историей нашей компании. У нас есть производственные площадки, где мы можем подготавливать блоки, доводить их до практически до 90 процентов готовности и уже привозить, собирать уже на объекте. Это связано со сроками, что очень удобно для заказчиков, когда не идет стройка полноценная в течение полугода на участке. Здесь мы такой дом собираем примерно от заключения договора до момента получения ключей заказчику за три месяца. Сейчас вы увидите интерьер этого дома, но перед этим отдельно хочу отметить такой момент. Вообще на канале у меня есть видео про разные дома. Из газобетона, каркасные, модульные, из бруса, фахверковые, из контейнеров. В дальнейшем вполне возможно будут и каменные дома с отделкой из кирпича. Мне важно, чтобы дом был современный, стильный, комфортный и доступный. И недавно я открыл для себя youtube канал Строительная Кухня, где автор и ведущий канала Роман Соловов рассказывает про каменные дома и про облицовочный кирпич российских и европейских производителей. В своих видео Роман показывает примеры, как выглядят дома из различного облицовочного кирпича, в том числе и дома в современном стиле. Роман руководитель крупнейшей в России, постоянно действующей уличной выставки материалов для малоэтажного домостроения в городе Рязань, демо-парк, где построены стены в натуральный размер. Из каждого вида кирпича более чем 300 вариантов. Роман является владельцем крупной кирпичной компании и поэтому обладает высокой экспертностью в этой отрасли, основанной на опыте 11-летних продаж. На канале есть различные полезные советы, как для застройщиков, так и для строителей. Например, про правильный договор на строительство, про дом супертермос, про термопанели и многое другое. В общем, советую вам посмотреть и подписаться на канал Строительная Кухня. Ссылка будет в описании под видео. А теперь вернемся в дом из контейнеров, посмотрим его интерьер и планировку. Сейчас я зашел в дом и нахожусь в прихожей. Площадь прихожей 2,2 метра. Здесь есть зона, где можно повесить вещи небольшая, опять же купленная в Икеа. Щиток, где сделан водной автомат и автоматы стоят. Легрант. Пол покрыт прихожей керамической плиткой. Теплый пол калево. Вот регулятор. Устанавливаем температуру и также проходим здесь в зону ванную. Дверь у нас здесь сделана откатная. В ванной установлена душевая кабина. Вытяжка, вентилятор, он включается вместе с светом. Здесь у нас разместился унитаз, бойлер. За унитаз сделан ввод воды и ввод канализации. Это дом гостевой. Заказчик построил себе как временно, до момента строительства основного. Проживать он здесь будет только по выходным. Конечно, очень удобно, когда сделана наружная проводка, водопровода, чтобы можно было видеть, что не разорвало трубы мороза там, потому что все здесь на электричество завязано. Есть сливные экраны. Уезжая, можно все слить и спокойно дом оставить на какой-то длительный срок. Дальше проходим в комнату. Это кухня-гостиная. Площадью 25 метров. Высота потолков 2,369 метров. Кухня-гостиная имеет несколько зон. Зона для приготовления пищи, где установлена кухня, и приема пищи. Имеется вот такой круглый стол со стульями. Также места для отдыха. Место для отдыха можно у камина с креслом. И небольшая рабочая зона может являться как для ребенка. Мог сидеть тут, играть, читать, уроки делать. Ну и также как бы для взрослого человека. Телевизор вот установлен тоже навесной. В принципе, как бы все достаточно. 25 квадратных метров мы уместили максимум, что можно уместить. Опять же, хотел рассказать. Отделка этого помещения сделана имитацией бруса. 145 миллиметров. Ширина 18 миллиметров толщина. Потолок обычная евровагонка. Большие окна тоже создают вид. Достаточно панорамное такое. В данном проекте мы использовали окна и откатные двери. То есть, что достаточно удобно в летний период будет. Здесь можно выйти на террасу. Зона отдыха. Зона барбекю. Из кухни-гостиной попадаем в большую, так называется, большая спальня. Но площадь ее составляет 7 квадратных с половиной метров. Здесь разместилась большая двухспальная кровать. рабочая зона. Достаточно удобная. И шкаф тоже. Вытяну шкаф. В спальне есть небольшое окно. Тоже однокамерный стеклопакет. Рулонные шторы. Хотел заметить, что здесь у нас также покрашены стены. тоже сделаны имитацией бруса. И выкрашены в разные цвета. Более темно. Темный цвет и более света. То есть, ну, создают какой-то уют. Достаточно, мне кажется, оригинальный и интересный. Выходя из большой спальни, ну, по проекту мы ее так называли, большая спальня. Потому что она по объему больше, чем остальные проходят. Здесь у нас еще в кухне-гостиной сделан дополнительный санузел. Вот. Где тоже установлен унитаз. Небольшая раковина. Бойлер на 50 литров. Теплый пол. И здесь тоже ввод. Дополнительный ввод воды. От центрального водоснабжения сделан. Попадаем в детскую. Детская комната. Здесь у нас установлена двухъярусная кровать. Светильники к каждому спальному месту. И здесь тоже светильники. Также есть окно. И двери вот хочу показать. В этом проекте мы сделали двери вот такие откатные. То есть, не занимает места. Ну, и позволял, как бы, конструктив, чтобы сделать двери в стену. Проходя мимо зоны отдыха, мы попадаем в еще одну спальню. Площадь ее составляет 6 квадратных метров. В наших домах мы применяем инфракрасные теплые полы. Практически все проекты у нас сделаны, как основное отопление, является пленка инфракрасная. Фирмы Калео. Это пятого поколения пленка, которая достаточно энергосберегающая. Где-то потребляет 80 ватт на квадратный метр. Для вентиляции в доме мы используем, как обычно, вент-клапаны компании Донвент. Достаточно недорогая вентиляция обходится. Примерно каждый клапан 1700 рублей. В каждой комнате у нас он стоит. В санузле у нас как бы стоит за счет вентилятора, который включается вместе с светом. Кухонная зона вентиляции. Здесь у нас стоит вытяжка. Стоимость этого дома составляет два с половиной миллиона рублей. В эту стоимость входит фундамент, подключение инженерных сетей, сама канализация, прокладка труб от центрального водопровода, электричество, подключение. Также вся внутренняя и внешняя отделка, включая даже в этом проекте у нас входила стоимость кухня данная. И сборка мебели. Проект мы где-то реализовали за три месяца под ключ. Друзья, ставьте лайк, если это видео вам было интересным. Подписывайтесь на канал, а также пишите в комментариях ваши впечатления про это видео и про этот дом. Увидимся!